Ребятушки, ребятушки, сходили мы опять поучаствовать в букросинге. Вот я ем бананчик. Ну, потому что я проголодалась немножко. Вот, это берегус. И сейчас мы вам покажем, на что мы меняли свои три книжки. Вчера я, ну, опять перебирала книги и нашла еще очень много тех, которые бы мы готовы подарить кому-то другому взамен на что-то другое. Так что же мы сегодня взяли. Оставайтесь и посмотрите, если вам интересна какая тематика. И начнем мы вот с такой книги. Это кто у нас? Роберт Луис Стивенсон. Я вообще взяла у вас за счет Джекилла и Хайда. У нас нету. Стивенсон, он просто вот. Мы сейчас там таких, такого типа книг очень много. Это рассказы и повести. Старика моря там был, потом был Садник без головы недавно. Был тысячи льв под водой, но вот такого классика выложена. Клуб самоубийца. Что-то знакомо. Серьезно, я смотрела этот фильм. Он очень интересный, кстати. Да, только, извини, это старый. Ну, вы филис старый. Ну, в смысле, а там время в какой? А, это где девчонки в колледже, типа? Нет. Там бабанский какой-то, типа, приют. Не, 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 ничего такого там нет. Так, смотрите, взяла я Дарью Донцову. Увидела впервые вот такой двойной иронический детектив. А, иронический детектив, двойной. Легенда о трех мартышках, темное прошлое конька-горбунка. Насколько мне память подсказывает, у меня таких произведений нет. Ну, возможно, я ошибаюсь. Но это не важно. Две сразу. Это так здорово, слушайте. Тут написано, кто это. Это два зашквара мозга по цене одного. О, как культурно. В общем, не знаю, кто здесь идет расследование, потом выясню. Вот, в общем, было приятно обнаружить. Не трогай. Я хотел сжечь ее. Что меня невероятно порадовало, это огромное количество книг Бориса Акунина. Я обожаю Бориса Акунина. И вот лежали произведения, которые я еще пока не читала. Я немного, конечно, знакома с его творчеством, но того немного уже достаточно было для того, чтобы понять, насколько человек красиво пишет, насколько интересно, захватывающе. Так что очень здорово. Но книги были, смотрите, в таком состоянии, диком разваленном почти. Ну, как раз. Вот видите, оно просто снято. Круизный лайнер «Сокол». Круизный лайнер «Сокол». Как интересно. Вот, в общем, смотри. Сейчас я вам покажу далее. Азазель. Ну, Азазель. Классика. С Азазель я знакома, конечно же. Это известное произведение. Очень здорово. 12 книг всего у него. Раста Пандорина. Ну, с Азазель я так-то поверхности знакома. В общем, вот так. Дальше. Да, книги отосять вторым действительностью. О, но это не Борис Акунин. Мы покажем. Мы недавно, да что там не давать вчера вечером об этом говорили. О метро. 2033. Даже видели ролики какие-то на канале были. Ой, на канале, говорю, на YouTube. Проект «Метро» глуховского «Семеная метро 2033». Я ничего такого не говорю. Какой фильм вообще не за чем-то. Томи трейлер показывал метро 2033 «Last Light». Я просто говорю, что это трейлер. Чего там? Я не знаю, чего. Просто трейлер и трейлер. Ты сказал, что это игра. Да ничего я не говорила, и ты не говорил. Все. Я говорю. Мне пофигу вообще абсолютно. Шимон в рочек. Питер. Питер или Питер? Я вообще не знаю, что это такое. Где название, где автор, чем вообще непонятно. Ты понимаешь, я как понял. По этой вселенной начали писать всякие дядьки разные. Оригиналы я не помню, от кого было уже. Там, по-моему, две книги было. Или три. В оригинале. Хотя я такое вообще не читаю. Мне не нравится фантастика. И суть в том, что потом по этой вселенной начали писать все, кому не лень. Или по всему антикетику. Обеседняя записка Дмитрия Глуховского. То есть, это какое-то продолжение, видимо, эксперимент. Глуховский – это именно кто оригинал написал. Это типа такое введение. Шимон Врочек. Это, блин, в полях какой-то юмор. Это Роман Пус рассказывает. Его новая честь. Опять тут... А, ну я Блэк Джека и шлюхи. Шлюхи Блэк Джек. Да, я решил с девками и Блэк Джеком провести хорошо время. Есть и в Венеции. Я не знаю, что это, ну просто, как бы, все там переплыть, что бы нельзя. Это еще наш первый недочиток. Опять Бориса Кунин, смерть Ахиллес. Достань. Там он, в закладках, жеваная. Ну, пусть лежит, что она нужна. Фандорин. Так. И, наконец, наконец, нефритовые четки. Такое большое произведение. Ух ты. Слушайте, звоните. Это телефон Бориса Кунина. Вот Билайн, вот МТС. Пожалуйста, куда вам бы хотелось. Это, кстати, из другой серии. Сигума, да, тут разные. Нефритовые четки, то есть, другой серии. Это не Фандориновский набор. Да, да. Вот так, ребята. Так что очень я довольна таким пополнением книжным. Очень оно радует. Кстати, мы вам, знаете, что покажем. Вот у нас что есть. Скажите, вам вообще нравится. Декоративно-прикладное искусство казанских татар. Здесь суперобложка проданная у нас продалась. Это наша книга дома была. Так. Вот так все. Мы читали, читали, ничего не поняли. Ну, смотрите. Здесь рублей 7 копеек. Это не дешевое. Ну, она красиво выполнена. Все дела здорово. 20 тысяч экземпляров тираж. 89-й год. 12-е, 12-е, 89-е. Спасибо. Что у меня снимаете? Я не хочу сниматься. А мы смотрим, как-то он хлебушек ешь. Я ем хлебушек, останься от меня. На тебе он, Пандорин. Спасибо, но мне не надо. Я тебя не просила это вынимать. Котичка. Да, котичка. Котичка, ты мой мальчик. Ты мой мальчик. Видите, какое солнышко сегодня? А котик сидит. Так, он солнечный зайчик увидел от камеры. Ах ты мой золотой. Да, залез в коробочку. Я просто разобрала коробку из-под фраше, да, все вынула. И теперь можно ее выбрасывать. Ну, пока не выбросила, поставила вот к стене. И кот, конечно же, применул этим воспользоваться. Ты мой маленький. Ты мой зайка. Котик-зайка. Хочешь собрать более лучший ракурс? Более-менее, да? 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 Кто ловит заяк солнечных? А? Кто? Кто? Кто ловит солнечных зайок? Кто такой хороший? Ну, вот так. Ну, все коты любят. Зайчик здесь. Охотник. А все, нет зайчика солнечного. Убежал. Убежал. Вот здесь вот он был. Вот так вот. Собственно говоря, настало время рассказать вам, куда именно мы идем и зачем. Направляемся мы в лабиринт, в магазин лабиринт, для того, чтобы получить там эль-сюрприз. А эль-сюрприз это акция, так сказать.